Приветствую вас! Чисто формально мой ответ будет разделяться на две части. Первая часть будет состоять из ответа на ваш вопрос, значит, ну, мнение по поводу вашего вопроса и вашей ситуации в целом. И, соответственно, рекомендации, да, что можно сделать в этой ситуации, вот, какой выход можно из этой ситуации найти. А вторая часть будет касаться формы подачи вашего вопроса и неких мыслей, которые мне пришли, когда я читал ваш текст. Вот. Сразу скажу, что на истину я не претендую. Во второй части на истину не претендую. Потому что вполне вероятно, что вы находитесь сейчас в таком, ну, напряженном состоянии, да, и, как бы, с одной стороны, понимаете, что помощь нужна, что помощь вам необходима уже. С другой стороны, вы понимаете, что очень много людей-обманщиков, которые, в общем-то, тянут деньги, то есть у вас есть такое вот недоверие к людям, к окружающим. Вот. И особенно к специалистам, особенно к специалистам, которые работают на сайте, да, людей, которых вы не знаете. Вот. Хотя это и является проявлением вашей проблемы, собственно, одной из проблем. Тем не менее, я вначале все-таки не хотел бы заострить внимание на вашем вопросе, который вы задаете. Ну, просто потому что это то, с чего вы начали, это то, с чем вы пришли. Вот. Давайте, соответственно, с этого и начнем. Я буду зачитывать текст ваш и буду давать определенные рекомендации. Вот. Значит, вы пишите, у меня возникла в отношениях проблема. Вот. Это очень хорошо, что вы говорите, у меня, потому что вы отдаете себе отсчет, с одной стороны, в том, что проблема ваша, обратились вы с этой проблемой, а не муж. Да? И что, в первую очередь, это ваша проблема, не мужа. Его изменения, его перемены, его поведение – это его дело. Он в этом проблему не видит, либо он в этом проблему не хочет видеть, но, так или иначе, проблема – это ваша. И именно вам брать ответственность, в первую очередь, за решение проблемы для себя, в контексте себя. Вместе с тем, данная формулировка может говорить о том, что в вашем поведении присутствует определенная степень скрытых взаимодействий, скрытых транзакций, скрытых коммуникаций. То есть, на социальном уровне вы со своим мужем общаетесь, как нежная, любимая женщина. То есть, и шутите, и ласку проявляете, и вежливо, ну, вежливо, да, пытаетесь сам ему что-то сказать. А на скрытом уровне, который, возможно, не осознаете даже сами вы, вы посылаете ему другой посыл. Например, посыл, что ты должен, посыл, что ты обязан, ну и так далее. Я не утверждаю наверняка, что это так. Но в совокупности, в совокупности факторов, которые вы здесь привели, это вполне может быть. Дальше. Очень сильное противостояние с мужем. Здесь Ольга. Хочется отметить следующее. Что борьба, возможно, тогда, когда в ней участвует несколько человек. Ну, больше одного. И борьбы бы не было, противостояния бы не было, если бы вы не бороли. Вот вы дальше, да, дальше, описываете такую вот историю, что, ну, соответственно, что вы просите мужа своего, да, там, что-то для вас сделать, что-то, что ему, значит, ну, что-то, что ему вроде как не так сложно, да, что-то, что ему вообще в разнице. То есть вы так, в некотором смысле, обесценивающе подходите к тому, что нужно вам. Понимаете? И я думаю, я думаю, что противостояние в том числе возникает и потому, что у вас нет адекватного отношения к своей просьбе. То есть вам то, что вы просите важно, для вас это имеет значение, а мужу своему вы это преподносите, как что-то неважное, обесцениваете, и на этом фоне у вас возникает ссора. Ссора возникает из-за того, что вам обесценили то, что вы их и так сами обесценили. Понимаете? То есть само по себе противостояние продиктовано противоречивым отношением к тому, о чем вы просите своего мужа. Я думаю, что сейчас при анализе того, что вы их просите, у него это станет несколько более понятно. Несколько, ну, более понятно станет. Вы пишите. А, да, и ещё. Противостояние с мужем это ваша ответственность. Понимаете? Какая история. То есть противостояние с мужем это ваш выбор. Борьба. Как известно, ну, борьба это не то, чем занимаются люди, которые друг друга любят и которые принимают друг друга любыми такими, какие они есть. Да? Вот. А, значит, дальше. Любая моя просьба, пишите вы, в которой я прошу его что-либо сделать не так, как раньше, а не так, как раньше, это как, что вы имеете в виду не так, как раньше. То есть вы хотите сказать, что когда-то вы его просили что-то сделать, он делал, но он делал так, как выбирал он, а теперь вы просите его сделать то же самое, но уже по-другому. То есть вы указываете ему, как ему нужно делать то, что хотите вы. Получается так? Если так, то здесь нужно, ну, скажем так, нужно выяснять формулу просьбы. Интонацию просьбы, а последствия невыполнения просьбы для мужчины, и его отношение к тому, когда ему указывают. Дальше, или же не так, как само получится. Тоже непонятно. То есть, что это значит, вот, прошу его что-либо сделать, не так, как само получится. То есть, знаете, что здесь противоречия наблюдаются? Ну, как это вижу я. То есть, вы просите его что-то сделать, не так, как само получится. То есть, если бы что-то получало само, то и просить его не надо было ни о чем. Понимаете? С другой стороны, может быть, вы имеете в виду здесь то, что вот вы что-то попросили, он сказал, да, хорошо, я сделаю. И ждет, соответственно, ждет, когда представятся случаи. В случае, да, вашу просьбу удовлетворить. Согласен, это неприятно, но если мужчина изначально действовал так, и если вы изначально его поведение принимали, то получается, что сейчас в вашем поведении что-то изменилось. В вашем, не поведении, простите, а в вашем восприятии, в вашем сознании, в вашем мышлении, в ваших желаниях что-то изменилось, что вы хотите, вы хотите теперь, чтобы мужчина выполнял ваши просьбы другим способом. Ну, если я прав, то противостояние началось с того момента, как вы перестали принимать поведение своего мужа и перестали принимать мужа с его отношением к вам таким, какой он есть, таким, какой он был до этого. И объяснений здесь на самом деле всего лишь два. Либо, вам никогда не нравилось, как мужчина к вам относился, но вы терпели и надеялись, что он станет относиться по-другому, что является наивностью и очень большой ошибкой. Вот, потому что люди не меняются. Либо ваши чувства, чувства, например, любви, чувства, например, принятия, ну, понизилось. Третье еще объяснение, может быть, это объяснение такое, что у вас, у самой, появились определенные проблемы, ну, как обострились некие внутриличностные конфликты, вот. Вот, и за счет вот этой вот просьбы мужа вы пытаетесь компенсировать тот конфликт, который происходит у вас, поэтому реагируете так болезненно на то, что он этого не делает. То есть, понимаете, как бы, просьба, да, если вы что-то просите у мужа, она вот у здоровой личности, да, у гармоничной личности выстраивается так, что дорогой или дорогая. Вот у меня к тебе такая просьба, мне все равно, как ты это сделаешь, но мне нужно сделать вовремя. То есть, ну, чтобы вот, ну, в определенное время, чтобы, да, чтобы не было, чтобы было актуально. Или, дорогой, я хочу, чтобы ты, там, например, там, что-то прибил, да, ну, вот именно так, как вот, собственно, вот я хочу, потому что это интерьер, да, потому что не так красиво. По-моему, тебе плевать, а мне красиво. И либо человек понимает, что вам это важно, и делает это для вас, если ему это не в тяга. Либо человек раньше делали для вас то же самое, но не получая таких указаний, конкретизирующих, теперь воспринимает это, как попытка его подчинить, подчиниться своей воле. Понятно, что это его проблема. То есть, понятно, что это его проблема, что он воспринимает подобный аспект, как угрозу. Это понятно. Конечно, как вы видите, достаточно сложно говорить о просьбах, потому что, ну, я бы здесь забронул, например, еще такую тему, что, почему вообще возникает просьба. Да, то есть, можете ли вы это сделать сами, то, о чем вы просите. Если вы не можете сделать это сами, говорите ли вы мужу о том, что вы не можете этого сделать сами, и поэтому, как бы, пожалуйста, сделай это ты. Как относится муж к тому, что вы не можете это сделать? Не воспринимает ли он это, как возможность, например, самоутвердиться за ваш шорт? Не воспринимает ли он это, как средство доказать вам, что он, ну, более уверенный в себе, а это значит, что он не уверен в себе, понимаете? То есть, как бы, ну, само понимание просьбы с вашей стороны и понимание просьбы с его стороны, причем понимание вашей просьбы с его стороны нужно исследовать. Понимаете? Это просьбы бывают разными, и есть просьбы, которые действительно необходимо выполнить данную, если вы живете вместе, ведете там какое-то совместное хозяйство и так далее, и так далее, и так далее. А есть просьбы, которые преследуют, опять же, цель подтвердить или опровергнуть какое-то отношение человека, вот, к вам, например. Вот, и так далее. И при этом в любой просьбе, да, то есть, вне зависимости от того, можете вы это сделать сам или нет, присутствует личная ответственность человека. Вот я сейчас об этом скажу. Так, значит, конкретным нужным мне образом вызывает у него тут же недовольство и конфликт. А, допустим, допустим, это вызывает у него конфликт. Ну, давайте вот, мы тут пример приводимся, так, мы тут пример приводимся про машину, машину. Ну, давайте про машину скажем, да, то есть, вот, я веду машину, да, агрессивно, а вы говорите мне, Андрей, пожалуйста, значит, как бы, едь потише. Да, потому что мне страшно, что вот с меня сбоку летит машина, то есть, я боюсь, да, я вижу, что вам реально страшно, например. Соответственно, если я воспринимаю данную просьбу агрессивно, да, это что значит? Это значит, что ваша просьба меня как-то задевает. Это означает, что я веду агрессивно машину для того, чтобы что-то доказать. То есть, я вкладываю в то, что я делаю, куда больше смысла, чем предусмотренных, как бы, этим действием. И когда вы просите меня это поменять, меня это задевает, потому что смысл это больше, и если я сделаю так, как хотите вы, то я лишусь части смысла того, что я делаю. И я реагирую агрессивно, потому что думаю, что вы хотите меня лишить, ну, такое, своего рода, паранойя, параноидное поведение. Вот. Дальше, дальше к вопросу о я-сообщениях. Я не знаю, как мы их применяли, об этом тоже скажу еще. Вы говорите, Андрей, я боюсь, я боюсь, мне плохо. Вот можно так сказать? Можно так сказать. В данном случае вы являетесь жертвой обстоятельств, потому что вы, как жена, едете со своим мужем в машине, и вы, как жена, не имеете возможности повлиять на обстоятельства, которые создает ваш муж, вводя машину агрессивно. Вот. И вы говорите о том, что, дорогой, пожалуйста, мне страшно. Но! Здесь есть нюанс. Предположим, что вы первый раз едете с мужчиной в машину. Да? Вот. И я, например, ну, для примера, да, веду машину вот так, агрессивно. Вы мне говорите, Андрей, пожалуйста. И если вы, как бы, высказываете, что вам плохо, что вам страшно, то я, соответственно, на эту регулю, я понимаю, что вы не хотите меня там подчинить, а что действительно вам страшно. И я перестаю это делать. Если я не перестаю, несмотря на то, что вижу, что вам именно вам страшно, что вам именно тяжело, что вы не хотите подавить меня, не хотите подчинить меня, просто вам само, как бы, невыносимо, то это означает, что мне просто плевать на вас. Либо мои желания, мои потребности, мой смысл, мое значение того, что я делаю, настолько сильно, что оно превышает желание сделать что-то для вас. Ну, и совершенно очевидно, что такой человек обладает очень большим внутренним конфликтом. И, может быть, он и любит вас, но его собственные проблемы, его собственные сложности для него куда более актуальны, чем для... чем вы. Вот. Это неплохо, это... Просто вот так. Это реально. Кстати, это не означает, что нас не любят. На самом деле. Но! В первый раз когда это произошло, вы сделали для себя вывод, что, например, я вас не уважаю, что я не готов ради вас делать там что-то. Соответственно, если я не готов, что вы, как бы, принимаете решение, хотите ли вы быть со мной или нет. В данном случае, я не знаю, как развивалась... развивалась история, но... если мужчина раньше водил машину нормально, и вам было нормально, а теперь он начал вести ее агрессивно. И если вот этот вот пример, который вы привели с машиной, произошел впервые, и мужчина никак не отреагировал, то вам нужно сделать вывод, что ему как бы, ну, вот в этом плане на вас все равно. Достаточно ли вам для этого, для того, чтобы подумать, что он не любит вас или нет, это уже вам решат. Но... Но... Здесь необходимо понять, что если ситуация происходит не впервые, и вы снова и снова возвращаетесь в эту ситуацию, то есть вы садитесь к нему в машину, в машину, зная, что он будет вести себя агрессивно, и снова начинаете его просить о том, чтобы он перестал вести себя агрессивно, не важно как, то это уже ваша игра. Это уже ваша игра, чтобы вновь оказаться в состоянии жертвы, в состоянии жертвы позволить себе что-то, что вы не позволяете себе в... ну, ну... в другом состоянии. Понимаете? Какая история. Дальше. Даже если... то, о чем я прошу ему... ему без разницы, как сделать, он сделает все в точности наоборот, как я прошу. Опять. Опять. Все здесь управится в то, что я сказал. Если просьба была выполнена ранее, так, как хочет мужчина, и вы не указывали, как ее сделать, а сейчас начали указывать, то что-то поменилось, поменялось, и поменялось, это, скорее всего, у вас. Понимаете? И мужчиной это воспринимается как то, что вы стали к нему относиться хуже, скорее всего. Вот. А что там дальше, то есть, хочет ли он вас оттолкнуть, или хочет ли он вам доказать, что он не будет делать по-новому, это уже зависит от него. То есть, тут нужно изучать в большей степени его психологический портрет, а не... ну, как бы не ваш. И информации для этого очень мало. Не только мои просьбы больше вызывают шквал негатива, но и любые мои комментарии относительно того, что он в чем-то не брал, и, например, использует слово не по незначению, и я не понимаю, что он имел в виду. Здесь та же самая картина. Если раньше, в начале отношений, вы... ну, делали эти самые комментарии, и мужчина реагировал нормально, а теперь вы делаете то же самое, но он стал реагировать по-другому, значит, что-то произошло у него. Операция нужна от обстоятельств, с которых это все началось, ибо гадать можно очень много, долго и безрезультатно. Вот. Это могут быть проблемы на работе, недомолвка с вами, определенное, там, состояние, в котором мужчина был, и вы этот момент прокомментировали, и все. У него этот без стало комплексом, у него этот без стало проблемой. Что-то еще. Если вы раньше не комментировали его слова, и так далее, а потом прокомментировав, он отреагировал негативно, когда вы прокомментировали впервые, и он отреагировал негативно, значит, вы делаете вывод, что мужчина плохо воспринимает критику, и либо в первый раз вы с ним не обсудили, не обсудили то, что это означает, и почему вообще вы это сделали, то есть не высказали ему свой мотив, опять же, чрезвя сообщения. Вот. Либо вы то есть нет, так, сейчас, секунду. Так, вот вы говорите, что мой комментарий отнабит того, что он в чем-то не прав. А либо либо вы делаете вывод, что мужчину критиковать нельзя. Нельзя. Знаете? Вот. То есть вот так. Начало. здесь начало отношений полностью исключается в вашем рассказе. Дальше. Так. Также мои просьбы не водить агрессивно. Когда я в ночи нет, так как я пугаюсь, когда мне будут купить машину, причины есть во всем, что я говорю. Так. Смотрите. Про просьбы не водить агрессивно я сказал. То, что вы говорите, вот причины есть во всем, что я говорю. ну, опять же, причины есть. Но, важно то, как вы относитесь к этим причинам, и как относится к этим причинам ваш муж. И важно, чтобы вы эти свои причины не ставили выше мужа. То есть, чтобы вы себя не ставили выше мужа. То есть, вот вы попросили его не водить агрессивно, агрессивно, когда вы в машине, а он вас не послушал. Или, там, соответственно, накричал на вас, да? Вы ему объяснили, вы поговорили, если это первый раз, да? он сделал, ну, допустим, следующий раз их опять попросили, он опять, он опять, да? Опять секретировал. Вы понимаете, что человек не слышит. Значит, спорить с ним бесполезно, доказывать с ним, ему что-либо, бесполезно. Человек не поменяется, он может ему только сказать, что дорогой, как бы, ну, ты знаешь, это как бы твоя проблема, что ты вот не слышишь меня, да? Не понимаешь, что это опасно для меня, что я боюсь, как бы, тебе все равно, что я переживаю. Вот. Но больше с тобой в машине ездить я не буду. И все. И вот так вот вы снижаете, 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 снижаете точки взаимодействия с ним, пока до определенного момента взаимодействие вообще, например, не прекращается. Тогда вы говорите, дорогой, знаешь, я думаю, что нам как бы, ну, надо пожить отдельно, потому что, потому что, ну, я не вижу, я не вижу, не вижу заботы по отношению к себе, я не вижу, что ты учитываешь мои, как бы, желания, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? А если вначале вы принимали его, например, агрессивное вождение, да? а, ну, потом, перестали принимать. Отскорей вопрос уже к вам. Отскорей вопрос к вам. Как вы объясняли, объясните мужчине, что, вот вы раньше принимали, а теперь нет. Раньше вам было все равно, как он сделает, а теперь нет. Теперь нет. Что поменялось? Вот. О себе вы можете сами объяснить, почему так произошло? И если поменялись вы, то обязан ли меня же мужчина? Обязан ли он следовать за тем, что поменялось с вас? Ответ на этот вопрос можете дать только вы. Если вы считаете, что он должен, если вы считаете, что он должен менять след за вами, отлично. Но в таком случае у мужчины должен быть мотив меняться. Если этого мотива вы дать ему не можете, то, соответственно, вам, наверное, следует разойдется, и этот человек вам не подходит. Потому что он не меняется, он не хочет меняться, что он не видит в этом проблеме. Дальше. Лишний раз боюсь что-то говорить, и слова и интонацию выбираю самую нежную, и все шутку пытаюсь. Ну, вот насчет шутку и нежность, я уже сказал, да, что это скрытая, как бы, коммуникация. Вот. Тут могут быть различные варианты. А по поводу того, что боитесь что-то говорить, ну, вот это, конечно, есть, опять же, поведение жертвы. То есть, в том плане, что мужчина чувствует и знает, скорее всего, что вы боитесь что-то говорить. Опять же, непонятно, как это все развивалось. То есть, с чего это все началось. Ведь первый же раз самый, когда вы ему что-то такое сказали, вы же не боялись, получается, не боялись. И когда он отреагировал негативно, вы как-как до себя повели? И когда вы в следующий раз столкнулись с этой же ситуацией, вы уже знали, что он вас примет негативно, вы поэтому и боитесь, что знаете, что он негативно вас примет, но все равно продолжаете это делать. То есть, наступать на одни и те же грабли, поведение свое вы не меняете, отношение свое к мужчине вы не меняете. Вот как бы здесь и вопрос возникает. Для чего это вам? Какую выгоду вы получаете от этого? Дальше. Так, в ответ только негатив на все. Ну, это защита. Это защита, это страх. То есть, вот ваш страх, что-то говорить, нужно и следовать. Я предполагаю, что он и с детства, то есть, возможно, что вы в семье своей тоже боялись так кому-то что-то говорить, осознались, что будет негативное отношение. Вот. И потому выбрали себе такого мужчину. и, возможно, поэтому вы мирились, мирились в начале с тем, что он вот действует не так, как вы хотите. Мы мирились в начале с тем, что он не делает так, как вы хотите. так же по аналогии с семьей, в которой вы выросли. Ну, опять же, это предположение, да, то есть, может быть, у вас, наоборот, эта история была такая, что семья была очень душевная, что у вас все-все-все делали друг на друга, и вот поэтому для вас это такая неожиданность. Такой тоже может быть, но в данном случае это как, значит, как сценарий, в данном случае сценарий, это когда в вашей семье происходило то же самое, значит, что и здесь, что и сейчас здесь в отношениях происходит. Либо это антисценарий, когда в отношениях происходило что-то хорошее, да, а здесь происходит что-то негативное. Мне такое отношение первый раз вывозило в недоумение, а вот, недоумение, то есть недоумение, это растерянность. Ну, я думаю, что, значит, скорее, это какой-то, наверное, антисценарий все-таки. Ну, то есть вы просто оказались не готовы к такому поведению. к такому поведению. Ну, а поскольку в вашей семье в таком случае, возможно, не расстраивались личные границы, должным образом, то вы не знали, как и не знаете, как у тебя есть в такой ситуации. Вот. Значит, смотрите, первые разы вводило в недоумение. Недоумение в чем? То есть непонимание, почему он так поступает. Да? То есть, почему ты так поступаешь? Задавали вы себе и ему вопрос. На самом деле, нужно было говорить так, что я могу сделать, чтобы этой ситуации не происходило. Вы пишите, теперь сильно обижаетесь на мои просьбы, игнорировать и ему сделать назло. Обида – это ожидание. Обида – это завышенные ожидания. Это идеализация. Это детское чувство. Это чувство ребенка до трех лет. Ладно. То есть, если вас это сильно обижает, значит, во-первых, вы ожидаете какого-то другого поведения к себе. И это хорошо, что вы ожидаете какого-то другого поведения к себе. Вы считаете, что вы достойны хорошего отношения. Но, снова и снова, вы разочаровываетесь, когда этого не происходит. И если разочарование в данном случае происходит неоднократно, то это разочарование вам для чего-то нужно. Какую-то выгоду, что-то вы себе разрешаете. Благодаря этому разочарованию. Еще раз повторяю, вам это для чего-то нужно. Возможно, вы этого не осознаете, возможно, вы об этом не думаете, но вам это для чего-то нужно. Обида – это детское состояние. Обида – это перенос ответственности на другого человека. То есть, это ты виноват в том, что мне, если я обиделся, это ты виноват в том, что мне негативные мысли о себе появились. Ведь вы же что пишете дальше? Что? Я начинаю задумываться, а любит ли он меня вообще? То есть, сомневаетесь в том, любимы ли вы. Это означает, что вам любви не хватает. А это означает, что вы себя до конца не любите. Потому что в этом случае вам было бы все равно, любит вас человек или нет. Главное, что вы его любите. Любовь – это про обдачу. У вас любовь – про получить. И здесь, опять же, жертвенная позиция. Может, я его раздражаю так сильно, что он не знает, как довести меня до того, чтобы я с ним развелась. Вот. Это обесценивание принижения себя. Возможно, страх развода, страх одиночества. Возможно, страх быть брошенным. Не знаю. Но это ваши мысли. И именно поэтому-то вам и обидно, что вы думаете о себе плохо, но вы считаете, что в этом виноват муж. Нет, в этом не виноват муж. В этом вообще никто не виноват. Но ответственность за эти мысли лежит в первую очередь на вас. Это ваши мысли, которые есть у вас. Это ваши сомнения в себе. Дальше. Отвечая на ваш вопрос. Любит ли он меня вообще? Я вам уже сказал, да. Ну, про это я сказал. Отвечая на второй вопрос. Может, я его так сильно раздражаю, что он не знает, как довести меня до того, чтобы я с ним развелась. Ответить на этот вопрос нельзя. Не знаю вашего мужа. И все-таки нужно побольше информации о вас, о ваших отношениях для того, чтобы адекватно ответить на этот вопрос. Вот. Днями и ночами пишите вы, длятся ссоры из-за того, как сливать макароны, как пользоваться в стиральной машинке, взимая аргументы, развивать совсем непонимание, нежелание понять. Понятно. Опять. Вот ссоры длятся, потому что и вы, Ольга, в том числе ссоритесь. Не будете ссориться вы, не будет ссор. Но вы, вы же почему-то высказываете аргументы, вы же почему-то считаете, что муж должен вас понять, а он не хочет. И это его право. А вы почему-то не считаете, что у него есть право не хотеть вас понять. И не важно по какой причине, не важно. Ссора, любая ссора, так же как и агрессия, преследует одну основную цель. Это избежать близости. Духовной, сексуальной, не важно. Избежать близости. Ваш муж точно боится близости. Не знаю, насколько боитесь вы, но думаю, что у вас тоже есть такой страх. Соответственно, вам нужно, со своей стороны, взять ответственность за свои ссоры. За свою ссору. За то, что вы ссоритесь. Например, есть история о том, как сливать макароны. Или как пользоваться стиральной машинкой. Но вы видите, что муж сделал что-то, по вашему мнению, неправильно. Например. Вы ему говорите. Дорогой. Если ты хочешь сделать то-то, то лучше сделать так. Муж агрессирует. Вы это видите. Говорите. Окей. Все, поняла. Больше тебе говорить не буду. Но в следующий раз, когда вы, например, приходите к спиральной машинке и говорите. Дорогой. Мне нужно подпирать мою одежду вот именно так, иначе она испортится. И вы видите, что муж так же агрессирует и не хочет идти вам навстречу. Это очень повод действительно подумать. Так, а волнуете ли вы его вообще? Дело здесь не в мыслях, а в том, что ему плевать, что вы по итогу получите негативный результат. Вот. Ну, несколько раз вы можете показать ему этот самый негативный результат. Да, это определенная жертва, да, это определенная, как бы, потеря, но это нужно сделать, чтобы показать ему, что если вы, если вы говорите, как сделать для себя, а он делает, как он считает нужным, то в итоге вам наносится вред. Если это его не отрезвляет, значит человек, ну, либо вас не любит, как вы говорите, действительно, либо у него есть очень сильные проблемы. Вот. Но ссора длится тогда, когда ссорятся оба человека. Вы ссоритесь только, а вы говорите, что это все из-за него. Это игра. Называется она все из-за тебя, можете посмотреть в интернете. Так же, как и игра «Скандал», «Скандал». Она немножко вносит, вносит другой характер. Как правило, это «Скандал» — это игра между, между родителями и детьми. Вот. Но «Скандал» хорошо применим и в ситуации с супругами. Цель игры «Скандал» — одна и та же. Вы можете об этом почитать в интернете. Не понимаю, зачем так остро реагировать на безобидные бытовые, в большинстве своем просьбе, доводить до абсурдности его собиранием вещей и моими слезами, на которые он равнодушно смотрит. Это игра. Это игра. Мужчина представляет свою какую-то цель, вы представляете свою какую-то цель. Ведь вы плачете. Плачете снова и снова, плачете снова и снова. Плачете снова и снова. Плачете зачем? Потому что это нужно вам. А он реагирует так, потому что это нужно ему. Так вот каждый из вас получает свою только близость. И я не знаю, либо у кого-то из вас есть определенные проблемы, которые появились с наступлением брака, либо просто у вас не осталось чувств, у кого-то из вас не осталось чувств. И эти чувства заменяются вот таким негативом. Не знаю. Не знаю. Это нужно сделать. В любом случае вам не нужно понимать, почему он до костра реагирует. Если он до костра реагирует, это его право. Вы либо принимаете его поведение, либо нет. Переделывать, доказывать что-либо. Бесполезно. Ну а слезы. Слезы это что такое? Это манипуляция. Да, это попытка манипулировать. Вот я плачу, не уходи. Вот. А он на это уже равнодушно смотрит. Опять же непонятная история. Может раньше вот на это неравнодушно. Но после 3-х, 4-х, 4-х, 5-ти, 10-ти раз это уже не трогают. Потому что слезы как сильное действующее средство. Вначале действует сильно, потом не действует никак. Так. Он может жить неделю своей жизни, если я не начну подходить на лицо сама. Здесь анальный тип поведения. Здесь анальный тип поведения. Анальный тип поведения. Может быть даже с бунтом. Что с этого? Ну, посмотрите в любом случае про тип анальный тип поведения. Вот. Если он не разговаривает, не сходит, сходит и так далее. Вот. Вот. С одной-то стороны, ссора это как бы говорит об ориальном типе поведения. Вот. Но тут, опять же, да, вот что-то доминирует. То есть, если мужчина больше молчит, тем кричит, значит сональный. Если больше кричит, чем молчит, значит соральный. Вот. Вот. В первом случае, в случае с оральным поведением, это насчет любовь. А второй случай, в случае с сональным типом, это скорее социально одобряемое поведение. Вот. А дальше, так, ну тут вы как бы на него жалуетесь. Тут вы жалуетесь на него. Просто жалуетесь, вы говорите, как он плохой. Полное ощущение, что я не замуж вышла, а обрела ребенка в переходном возрасте, который назло своей матушкой делает ей как можно больнее. Ну, если вы сочувствуете, что ребенок, это ваш муж-ребенок, соответственно, он может быть ребенком только пока вы ведете себя как мама. Переставайте вести себя как мама, он перестанет быть ребенком. Семья, это система, это система. Отношения, это система. Если вы хотите, чтобы поменялся другой человек, поменяйте это самое. Но, желая, чтобы человек поменялся, подумайте о том, а любовь ли это. А дальше, жизнь после свадьбы стала невыносимой для меня. Ну, опять же, вы не пишите, сколько времени вы живете вместе, не пишите, сколько времени вы как бы замужем, да? Ну, если это произойдет сразу после свадьбы, ну, тут нужно исследовать, знаете, это очень, очень общие слова. Вот, что происходит с моим мужем после свадьбы? Непонятно, кроме того, что я сказал, больше ничего нельзя добавить, потому что, как бы, ну, не очень, не очень понятно, что было до свадьбы, что стало после свадьбы. Как вы вели себя до свадьбы, как стали вести себя после свадьбы. Какое значение свадьба вообще имела для вас обоих, в частности, для вашего мужа? Откуда столько жестокости в нем? Ну, это не жестокость, скорее, это защита, как мне видится. Вот, я бы вопрос поставил немножко по-другому, да, я бы поставил вопрос такой. Почему я так реагирую на мужа? Почему меня обижают? Почему я плачу? Почему я, вот, занимаю роль жертвы, веду себя как мама, да, с ним, если это ребенок приходного возраста? Вот. Отношения это будет строить по типу взрослый-взрослый, а не по типу мам, мам, родитель, ребенок. И если это, действительно, ребенок приходного возраста, то это, ну, даже не приходного возраста, скорее, бунтующий, бунтующий ребенок. Вот. То вам этот человек не подходит. Вот, прежде чем, прежде чем выходить замуж, да, ну, как бы, на Западе, да, такая есть практика, что, ну, что люди, прежде чем создать брак, они приходят к психологу, семейному психологу, и консультироваться по поводу того, насколько они друг другу подходят. И психолог использует один из методов, вот, показывает им, что вот так-то, так-то, так-то и так-то. Вот. Ну и, соответственно, решайте, подходят ли вы друг другу или нет. Вот. Далее. Значит, что касается я сообщений, я не знаю, где вы об этом читали, я не знаю, как вы об этом узнали, но нужно, чтобы вы использовали их правильно, 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 понимаете, тогда, когда это нужно. Поэтому я сообщения не помогают найти понимание. Я сообщения помогают человеку взять на себя ответственность за то, что он хочет и самому себя вести. Я сообщения не направлены на то, чтобы прийти к консенсусу с другим человеком. Я сообщения направлены на проведение грани между людьми и на взятие каждым из них ответственности за то, что он хочет. Вот. То есть, знаете, да, вот, концепцию я сообщений вы поняли, на мой взгляд, ну, неверно, исходя из того, что вы написали. Может быть, вы имели в виду совсем другое. Вот. Вообще, у меня такое ощущение, что, ну, многое в вашем тексте очень поверхностно, а многое в вашем тексте, вот, ну, каждая, наверное, вторая фраза, она не то, что вы хотите сказать, мне так кажется. Вот. Теперь небольшая вторая часть, которая, надеюсь, тоже будет вам полезна. Вы пишите, сразу хочу сказать, что тщательно буду выбирать специалиста, который заинтересует меня своим ответом, в котором я увижу квалифицированного психолога, недомороченного шарлатана, го, их тут много. Первое, хочется сказать сразу, что вы предлагаете специалистам заинтересовывать вас ответом. То есть ответ должен показаться вам интересным. Ну, простите, мы здесь не в клубе веселых и находчивых. У нас здесь не соревнования, а остроумие. Мы здесь не развлекаем вас. Мы здесь работаем. Поэтому заинтересовывать вас ответом, я думаю, никто не должен. Не потому что это что-то плохое, а потому что специфика ответов, специфика работы с клиентами в области психологии такова, что если ответ не нравится, то есть вызывает негатив, очень часто этот ответ правильный. Потому что это вызывает сопротивление. Недалеко не всегда ответ, как ни бы ни был, вызывает инсайд, такой, о да, да, это так, да, я согласен или согласен, да. Нет. Но кто из клиентов, кто из клиентов воспримет такой ответ, который не понравится в качестве интереса? Кто? Какой процент? Поэтому здесь уже, ну, скажем так, вы ставите вопрос некорректно. Далее, вы говорите, буду выбирать специалиста. То есть вы хотите, предлагаете нам соревноваться за то, чтобы вы выбрали именно его. То есть соревноваться, то есть проходить проверку. Ольга, проходить проверку, так же, как и сдавать экзамен. Это не показатель работы и не показатель квалификации. Понимаете? У каждого из нас здесь есть диплом. Этот диплом проверяется сайтом. Поэтому каждый из нас имеет образование. Другое, другое дело. Другое дело. Другое дело. Какой специалист подходит вам? Какой специалист вам не подходит? Это вы можете узнать только консультируясь. Ну, с нами. Вот. Понимаете? Говоря о том, что вы будете выбирать специалиста, вы, как бы, давите на соревновательный дух. В любом деле это плохо. В психологии, где творческий подход, где деликатный подход, где работают с такими материями, как сознание, сознание, поведение, чувство, эмоции. Это разрушительно. Понимаете? Вот. Я понимаю ваше недоверие и ни в коем случае не говорю о том, чтобы вы консультировались со всеми подряд. Но писать это зачем, Олька? Зачем? Поймите, я вас не обвиняю. Просто хочу сказать, что, ну, вы сами по ответам увидите. А говоря то, что вы говорите, написав то, что вы написали, вы просто простимулируете эксперста выложиться один раз на полную. Да? Вам. А дальше что? Дальше что? Ну, привлечет он вас. Заинтересуетесь в ответ. А дальше? Следующий аспект. Значит, заинтересует меня своим ответом, которым я увижу квалифицированного психолога. Ольга, вы не можете увидеть квалифицированного психолога по той простой причине, что вы не специалист. И вы не можете знать, какой психолог квалифицированный, а какой психолог не квалифицированный. Вы не, как это, не высшая аттестационная комиссия. Вот. Знаете, какая история. Поэтому, как вы собираетесь определять, квалифицированный психолог или нет, для меня загадка. Спасибо, понравился ответ или нет. Ну, опять же, я говорю, что ответ может не понравиться, он может понравиться, он может не понравиться. Я бы отталкивался, например, от тех ответов, которые, наоборот, не понравили. Вам. То есть те, которые вызвали, у вас вот прям негатив, на самом деле. То есть это защита. А если защита, то на верном пути. Ну, представьте себе, если клиент будет пытаться оценить квалификацию психолога. Что это будет? Это, опять же, какие-то проверки, опять же, какие-то экзамены и так далее. Ну, и кому от этого лучше будет? Нет. Самая лучшая проверка квалификации, это профиль. Профиль. Отзывы. Профиль. Люди-то ведь не будут писать всякую чушь. Правильно? Вот. Дальше. Вы пишите недомороченного шарлатана, коих тут много. Конечно, можно предположить, что это ваш не первый. Аккаунт, который вы создаете на сайте. Но, если исходить из того, что вы зарегистрированы меньше суток на нашем ресурсе. Откуда вы узнали, что здесь много домороченных шарлатанов, для меня загадка. А если вы создали новый аккаунт, то это запрещено. Правильно. Ресурс. Вот. Вот. Так. То, что я могу вам сказать по этому поводу. Редко, когда стремление к квалификации специалиста, акцент на этом внимание приводит к хорошим результатам. Потому, что целью становится именно квалификация, именно выбор, а не решение проблем. Знаете, какая история. И вот тут вот вопрос ваших приоритетов. Опять же, вопрос скрытых коммуникаций, которые вы посылаете другим людям. Простите. Казалось бы, вы взрослый человек, обращаетесь друг к другим взрослым людям. Ну, вот сразу раз, и ставите себя как бы выше. Что я буду выбирать, выбирать специалиста. Не знаю, насколько осознанно это происходит, но если так же вы ведете себя с мужем, такая же позиция, это вроде бы противо, вроде бы равенство. А по сути, то получается, что вы выше, что вы занимаетесь позицией родителей, экзаменатора какого-то, то и причины ваших проблем становятся куда-куда более ясными. Вопрос в том, готовы ли вы с этим работать. Понимаете? Ну и, пожалуй, последнее, что я хотел бы вам сказать, это то, что вы, говоря о том, что вы будете выбирать специалиста, для чего, потому что своих проблем вы в тексте не описали, не образовали. В тексте вы задаете вопрос про своего мужа и о том, какие проблемы у него, но не у вас. И получается что, что вы выбираете специалиста для своего мужа? Или вы выбираете специалиста, который однозначно в любом случае сохранил бы вашу семью? Нет. Это не работает так. Мы можем помочь разрешить вам ваши внутренние противоречия, конфликты, проблемы и так далее. Но не обязательно это сохранит семью вашу. Понимаете? То же самое и с мужем. Если чувства есть и их раскрыть, они будут проявлять себя более ярко. Но если чувства нет и их раскрыть, будет все еще более отдаленно в плане сохранения семьи. Поэтому ваш вопрос здесь тоже выглядит достаточно противоречивым. Ну это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Значит, посмотрите в интернете треугольник Карпмана. Это так, для подготовки. Посмотрите в интернете созависимые отношения. Ну просто, что такое созависимые отношения, что такое созависимый, созависимый человек. Посмотрите в интернете игру через тебя, скандал. Ага. Что там еще? Может быть попался сукин сын. Это вот тоже может быть у вас. Ну вот пока что я думаю так. Пока что я думаю так. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Увидимся? Спасибо за внимание! Продолжение следует...